Сейчас перед вами выступит Олег Коронный, он шеф-редактор проекта Арзамас, может быть вы знаете, такой очень хороший проект. Он расскажет лекцию с самым, пожалуй, оригинальным сегодня заголовком «Целовать гуся», почему наука это весело и при чем тут гусь. — Да, здрасте. — Так, ну сразу начну с правды, «Целовать гуся» совершенно не обязательно, а теперь к делу. Что такое Арзамас? Это сайт в интернете, сейчас все пользуются такой штукой, называется он «Арзамас Акедими». Этот сайт посвящен гуманитарной науке, и на самом деле наша задача в первую очередь это скорее просвещение, чем образование. То есть мы хотим заставить людей влюбиться во всю эту историю, филологию и прочие лингвистики. Наша цель действительно, пожалуй, популяризация, и я попробую ответить на вопрос, как заставить людей влюбиться в науку, как их заинтересовать, как заставить, чтобы в баре перестали обсуждать какую-нибудь чушь, и наконец-то уже нормально заспорили про Петра I, Екатерину II и так далее. Смотрите, есть несколько очень простых методов. Метод первый – выдумываем какую-нибудь глупость веселую, в которую можно играть. То есть мы, как сайт, посвященный науке, для нас все это очень важное экспертное знание, мы всегда общаемся с главными учеными, всегда с ними консультируемся, всегда есть научная экспертиза, все проверяется, все уверяется, но одновременно с этим наша задача как-то заставить людей зайти и прочитать это. Потому что, честно сказать, некоторые книжки реально сложно читать. Мне, допустим, очень интересная история. Есть очень много крутых исследователей, но не все, во-первых, они могут сложно писать. Во-вторых, там очень много какой-то внутренней научной кухни, и нам главное вычистить текст и сделать его простым и читабельным. Так вот, для того, чтобы затащить на наш сайт, где лежат все эти простые читабельные тексты, нужно придумать какой-нибудь бред. Допустим, игру про французскую революцию. Французская революция, 40 лет, совершенно безумие. Один король умер, потом Наполеон, потом реставрация, потом снова революция, потом реставрация, кому приходится третьему, десятую. Врубаем, садимся за стол, думаем, ага, как бы нам повернуть эту историю так, чтобы не было омерзительно скучно, и чтобы это не занимало примерно 150 тысяч страниц. Делаем игру. Вот, перед вами ситуация. 23 июня 1989 года, дальше читать не буду. В зале игры до мяча, начал читать дальше. Короче, описывается ситуация, реально историческая. Предлагаются варианты действий. Я куда-нибудь тыкаю, вот, я не буду во всем этом участвовать, это моя политическая позиция. Нажимаю, ответить. Вероятность смерти 5%. Мне повезло, скорее всего, я выживу. Идем дальше. Вы выжили. Значит, когда гвардейцы короля, ля-ля-ля, читаем тексты, это очень популярно, понятно, просто проверяли у лучших ученых французская революция, обязательно, очень интересно. Так, значит, следующий год, следующая ситуация. Нужно выберить что-нибудь ужасное, чтобы закончить этот слайд и перейти к следующему. Я не готов больше терпеть произвола правительства, это тоже моя политическая ситуация, поэтому присоединяюсь с повстанцем к оружию. Надеюсь, что это не противозаконно. Вероятность смерти всего лишь на всего 30%. Я умер. Я погиб во время Затии Бастили. У меня есть социальная сеть. Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, может быть, еще вы знаете какие-то. Конечно, я хочу пошарить такую штуку, что я, вот, смотрите, я пережил появление национального собрания, но погиб во время. Какие-то люди, естественно, видят, это нормально расходится по соцсетям, они это выкладывают, люди переходят, и тут оказывается, что, между прочим, это не просто так, игра, это целый сайт. Тут очень много лекций, тут лекции, дополнительные материалы, просто совсем разные. Вау. Ну, в общем, таким образом можно притащить один тип людей. Других людей можно притащить не игрой, а какой-нибудь там сжатой информацией. Допустим, я беру интервью очень крутого историка Андрея Леонидовича Зорина, разговариваю с ним, сжимаю его очень-очень крутую, и, кстати, совершенно не скучно, но, тем не менее, книжку на 300 страниц, которые нужно сначала дойти в магазин, купить, правильно выиграть. Вы же понимаете, вы приходите в книжный магазин, слева книжки «Как Сталин спас Россию», справа книжки «Почему Америка во всем виновата», и где-то между ними, раскопавшись в этой всем груди неприятных вещей, вы вдруг находите книжку Андрея Леонидовича Зорина с названием «Кормят в углового орла». Ну, я рад, если вы знаете Зорина, если у вас причет такое название, но... Короче, вот я встречаюсь с Зориным, разговариваю с ним, записываю интервью, задаю вопросы, и просто, на самом деле, немножко жульничаю, потому что я читал его книгу, знаю, о чем он любит и может рассказать очень круто, и просто сжимаю до короткого текста, типа там 12 пунктов, которые нужно понимать про эпоху Александра Первого. Конечно, это все допущение, это все сжатие, это все популяризация. Дальше человек уже, прочитая этот текст, может быть, доберется до магазина и приобретет эту книгу. Также в последнее время мы решили все-таки замахнуться на попытки образования и заняться вместе с учителями для России, очень крутой организацией. Мы решили разработать некую методичку, задачник, решебник, называйте, как угодно, про историю России 18 века. Что мы сделали? Мы пообщались со школьными учителями, посоветовали с ними и превратили учителей, учителей, это вот сейчас будет немножко скучный момент, у них есть такая вещь, которая называется УОТ. Кроме ее классного названия, сейчас попробую вспомнить, что это обозначает, универсальное образовательное действие, по-моему, так. В общем, образование строится из каких-то там ячеек, и у каждой темы есть там важный какой-то аспект, который должен понять ученик, типа уметь читать источник или формулировать свое мнение. В общем, вы понимаете, что это все не очень весело, и на уроках иногда происходит это все довольно скучно, потому что уроки в основном строятся так, что люди сидят, на первых двух партах сидят отличники и хулиганы, их обычно комбинируют, на задних партах сидят любители поспать, рисовать и почитать Альберта Камю, или не знаю, что сейчас читают в школе, в мое время именно это читал. Камю, Паланик, вот это вот все. Где-то посередине просто такой планктон, и эти люди потом навсегда исчезают из жизни, и даже их невозможно найти в одноклассниках. Ну, в общем, учитель стоит у доски и что-то там говорит в надежде, что ученики будут хорошо себя вести. Вообще, хорошо себя вести — это посыл школьный. Мы предложили, мы общались с учителями, придумали, как это сделать весело, и просто предложили разные форматы игр. То есть это все игры, которые можно играть на компьютере, можно играть на айфоне, говоря, что в школе нынче сейчас везде всем дают планшеты. Я в это не верю, ну ладно. В это можно играть на бумажках. Ну, то есть просто мы там симулируем споры или занимаемся чем-то таким. Это как бы другая точка входа, это другая задача. И, пожалуй, что, наверное, этого достаточно для краткого семиминутного выступления. Суть заключается в том, что просто нужно рассказывать о некоторых вещах довольно весело и совмещать это с экспертным мнением. Сайт называется Arzama Saketim, и вы всегда можете задать мне вопрос, я попробую на него ответить. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok